Здравствуйте, дорогие читатели и зрители Якутского Саха Информационного Агентства. С вами онлайн-интервью и Николай Борисов. Следующее воскресенье, 21 июня, медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Так сейчас, когда в мире вушует пандемия, интерес к профессии как никогда высок. Человечество все больше начинает понимать, насколько важно знать происходящие процессы как внутри организма, так и в окружающей среде. И сегодня у нас в эфире врач-турдолог Надежда Ильина. Надежда Романовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какова история сурдологии в Якутии? Чем вообще занимается врач-турдолог? Ну, в Якутии сурдологии, если так кратко начинать, приказы Министерства здравоохранения в 1984 году впервые было открыто сурдологопедическое отделение на базе Якутской республиканской клинической больницы. Такое, это знаменательное событие состоялось благодаря усилиям врача-отериноларинголога Тины Николаевны Леведевой. С этой времени вот началась история остановления сурдологопедической службы республики Саха-Якутия. Ну, в связи с высокой потребностью диагностики и ведения больных, в 1991 году были открыты первые ставки, именно детские ставки в поликлинике детской республиканской больницы. Ну, на основании этого, ну, целью преемственности работы, эффективности использования дорогостоящего оборудования, лечения и реабилитации больных с нарушением слуха, 4 февраля 1999 года был издан приказ Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия об объединении имена детского и взрослого сурдологических отделений в единый сурдоцентр. В единый сурдоцентр на базе клиника диагностического центра Национального центра медицины. Вот с тех пор мы работаем в нашем республиканском сурдологопедическом центре Республиканской больницы номер один Национального центра медицины. Ну, вообще, что такое сурдология, да? У некоторых людей слово сурдология ассоциируется с сурдопереводом. Но такая неширокая известность этого термина связана в основном с редкостью этой медицинской специальности, можно сказать, такой узкой специализацией, да? Слово сурдология вообще в переводе с латинского обозначает, с латинского корня обозначает сурдус, это глухой, и логос, это, конечно же, учение. То есть, получается, сурдологи работаем с людьми, у которых имеются те или иные проблемы с восприятием звука. Ну, они включают в себя как и снижение слуха, так и появление шума в ушах, кинетуса. Дети с потерей слуха без технических средств реабилитации, то есть, получается, слухопротезирование с помощью слуховых аппаратов, кахлеарных имплантов, не могут научиться разговаривать. Ну, наша задача состоит в раннем выявлении нарушения слуха у ребенка и предоставление ему возможности слышать. Ага, и вообще, главная цель сурдологии – это обеспечить пациенту такое же общение, как и у людей, с хорошим слухом, и вернуть к жизнедеятельности один из пяти органов чувств, столь важных для человека, и изменить его качество жизни к лучшему. А какие есть достижения республиканской сурдологии, ее вклад в профессию, может, есть какие-то статистические данные, сколько детей было излечено или взрослых вообще в этом плане? Ну, самый значительный вклад – это по сурдологии у нас в 2017 году, благодаря совместным усилиям от ореноларингологов и сурдологов нашей республики, Якутия стала одним из немногих регионов, где стало возможным проведение кахлеарного импланта. Это так, 13 июня 2017 года в рамках реализации указа главы о мерах по совершенствованию высоких видов медицинской помощи и инновационных методов было проведено впервые на базе республиканской больницы номер один и республиканской больницы номер два были успешно проведены операции по кахлеарной имплантации с диагнозом… Что это означает? Ну, кахлеарная имплантация… Что это означает? Да. Кахлеарная имплантация – это один из методов слухопротизирования, можно сказать, при неэффективности слуховых аппаратов. То есть, получается, кахлеарная имплантация вообще состоит из трех этапов. Это подготовка кандидатов к кахлеарной имплантации пациентов и оперативный путь, да, операционный. И метод реабилитации, третий этап – это метод реабилитации, можно сказать. Получается, кахлеарный имплант хирургическим путем размещается в заушной области речевой процессор, а сыпучка электродов во внутренний ухо вставляется в улитку. И таким образом человек, который совсем не слышит, даже с диагнозом двусторонняя глухота, мы даем ему возможность слышать. Но это очень долгий процесс, сразу человек не становится как с нормальным слухом. И поэтому метод реабилитации, третий этап – это очень важный этап и длительный. Можно сказать, что это 80% удачной операции зависит от этого. Поэтому это реабилитация. И вот мы открыли, поэтому в 2018 году в нашем, ну, на базе Республиканской больницы номер один, у нас есть, открылся дневной стационар именно для реабилитации вот после кахлеарных, ну, пациентов после кахлеарной имплантации. Там работают у нас сурдопедагоги, учителя-дефектологи, логопеды, психотерапевты и, естественно, по настройкам речевых процессоров врачи-сурдологи. Поэтому это не… Это распространенная операция. Сколько их было сделано вот с того времени? Вообще по всей Республике на сегодняшний день у нас с кахлеарными имплантами пациентов достигло 233. В том числе это 169 детей. А у нас вот в 2017 году, с 2017 года по квоте высокотехнологической медицинской помощи мы делаем это у себя. Получается, в нашей Республике сейчас пока 26 пациентов, которые оперировались у нас. Если у человека наблюдается, если у ребенка наблюдается торможение развития слухового аппарата, с чем это может быть связано? Это внутренние процессы, большинство, вот генетические, может быть, какие-то, да? Или, опять же, из-за внешних факторов, например, природные, там, ухудшение экологии, или там какая-нибудь вот эти вот консерванты в пище. С чем это в основном связано? Нет ли увеличения вот этого процесса? Тугоухость. Причина тугоухости очень много. Это наследственные факторы, это возрастные изменения. Именно вот торможение, говорите про то, что если ребенок родился, ну, диагностировали ему глухоту, тугоухость, естественно, речь не развивается. И поэтому вот именно реабилитация должна быть очень, ну, для ребенка очень важна именно реабилитация. Это методы реабилитации, это если подходят слуховые аппараты, это слуховые аппараты, или совсем, есть четыре степени тугоухости, тяжелая степень, это третья, четвертая степень, или совсем глухота, то получается уже показание кахлярной имплантации. И поэтому мы им даем вот эту именно возможность слышать, развиваться, именно речь развивать. Если, естественно, ребенок не слышит с рождения, тем более, речь не развивается. А если вот метод реабилитации хорошо, реабилитация хорошо проходит, это очень многое зависит от родителей, получается, они, ну, имеют возможность даже учиться в обычных школах. Какие можно дать советы, если подозревается вот проблемы со слухом у ребенка, у взрослого человека, сразу идти к вам или к терапевту сначала получить какое-то направление? Как вообще происходит процесс, чтобы человек попал к вам? Ну, у нас есть по всей республике единая программа, называется «Медведь». Люди, если там заподозрили у ребенка тугоухость, где-то недослышат, или вообще возрастные какие-то изменения, ну, нужно обратиться по месту жительства в поликлинику сначала. Лор-врачу. Лор-врач уже на своем уровне будет диагностировать, есть ли снижение или нету. Вот если есть снижение, конечно, по этой программе «Медведь» нам вот записывают именно в Республиканский сортологический центр. Мы уже на углубленное исследование, а там мы проводим вот все углубленные исследования, которые, чтобы выставить точный и правильный диагноз. Расскажите немножко о себе, что вас саму привело в профессию сортолога, чем это вас заинтересовало? Ну, я работала около 10 лет врачом-оториноларингологом в поликлинике номер один, и как все врачи, наверное, я подрабатывала в частной клинике, можно сказать, слухопротезистом, то есть подбирала слуховые аппараты. И вот не знаю, в какой момент, но именно втянуло меня то, что люди на консультацию приходили в такое, не знаю, депрессивном, апотечном состоянии, то, что где-то недослышат, уже какие-то раздраженные, все кричат там дома. И когда мы вот именно хорошо настраивали, именно под них индивидуально настраивали слуховые аппараты, то есть получается, опять же таки, метод реабилитации, да, и какими они от нас уходили. Такие благодарные, уже светлые, радостные. И вот, наверное, какой-то толчок для меня именно, неким толчком было вот то, что именно я видела благодарных пациентов. После этого я как-то решила связать свою судьбу именно с сурдологией. Много ли врачей-сурдологов вообще в Якутии? Над чем сейчас какие-то разработки, может, собственно, и ведутся? Ну, в Якутии у нас сурдологов не очень-то и много. Еще раз повторю, что у нас очень узкая специальность. В нашем республиканском сурдологическом центре, то есть у нас головной республиканский агент сурдологической центра есть по всей республике, да, мы там работают четыре сурдолога. Это Семенова Вероника Николаевна, Федотова Эльвира Егоровна, Боярова Варвара Михайловна и, собственно, Яда. И у нас еще помимо... У нас в республиканской больнице номер два работают очень опытные кандидаты медицинских наук Кирюкен Федор Михайлович и Малчхарова Клара Егоровна. Еще есть у нас в республике Центр реабилитации слуха и речи СУВАК. Там именно по реабилитации работает один сурдолог, Осипов Андрей Сидорович. Это вообще за эти годы внесено много нового и ценного именно сурдологической службы республики, от этого центра, да, внесено много нового. Они являются основателем реабилитации системы универсальной верботональной методики для глухих и слабослышащих. Они именно занимаются вот реабилитацией. И, кроме того, у нас есть частная клиника, это ИСТИ, там тоже работает кандидат медицинских наук Сейсова Елена Николаевна. И все. Фактически, у врачей вашей профессии у нас в республике можно пересчитать по пальцам рук. Однако я все-таки думаю, что это одно из интереснейших направлений, тем более многие, наверное, сталкивались, когда соседи громко слушают музыку, может, у них нужно обратиться к вам, да? Тем более это период пандемии, когда все дома, как вы сказали, это зависит от, очень зависит человеческое настроение, а значит и самочувствие. С наступающим днем медицинского работника вас, всех сопричастных к профессии и вообще всех медицинских работников. Обращайтесь в Центр сургологии, и чтобы ваш слух был на высшем уровне. Спасибо. Спасибо.